Привет друзья! В этом видео я поделюсь способом обеззараживания семян. Я не буду использовать никакие химические вещества, кроме простой воды. В результате многочисленных лабораторных исследований доказана эффективность этого способа обеззараживания семян при устранении большинства бактериальных патогенов растений, как с поверхности оболочки семян, так и с самих семян. Некоторые растительные патогены способны проникать и выживать в семенах вне досягаемости поверхностных обработок семян. Горячая вода при этом способе обработки семян впитывается в семена на короткое время и убивает близнетворные организмы, не убивая само семя. Требования к времени и температуре для обработки семян таким способом варьируются в зависимости от растения. Без знания этих параметров можно испортить семена или сделать обработку некачественно. Итак, приступаю к обработке семян. Вначале я помещаю семена на марлевую ткань или бинт. Добавляю к семенам небольшой грузик. Это может быть болтик или монета. Грузик необходим для того, чтобы семена не всплывали в воде. Перевязываю ткань веревочкой, чтобы получился мешочек и помещаю семена на 10 минут в воду с температурой плюс 37 градусов по Цельсию для предварительного их подогрева. Затем помещаю эти семена на 25 минут в емкость с водой предварительно нагретой до плюс 50 градусов по Цельсию. Для этого удобно использовать водяную баню. Убедитесь, что семена не находятся на дне емкости. Чем больше по размеру будут емкости с горячей водой, тем легче поддерживать в них нужную температуру. Держите рядом еще две емкости с горячей и холодной водой. Они нужны на случай, если температура воды не достигнет желаемой температуры. Постоянно следите за показанием термометра, который должен находиться в емкости с горячей водой. Важно, чтобы не превышалась рекомендуемая температура и чтобы семена обрабатывались не дольше указанного интервала времени. Необходимо постоянно перемешивать воду с семенами, чтобы весь объем воды был одной температуры. Повторяю, что крайне важно, чтобы время и температурные требования были соблюдены с точностью до градуса и минуты. Через 25 минут вынимаю семена из горячей воды и сразу же погружаю их на 5 минут водопроводную воду с комнатной температурой, чтобы быстро закончить термообработку и охладить их. Затем вытираю семена и высушиваю их при температуре около плюс 23 градусов на бумажных полотенцах. После просушки семена могут быть отправлены на хранение, но лучше семена сразу после обработки посеять. Температура и время обработки семян, которые я использую в этом видео, подходит только к семенам томата, баклажана, шпината, брюссельской и белокочанной капусты. Этим способом обеззараживания семян легко уничтожить распространенные бактериальные и грибковые заболевания этих культур. Принцип этого способа обеззараживания состоит в том, чтобы устранить патогенные микроорганизмы, насколько это возможно, без снижения всхожести семян. Этот способ обеззараживания семян способствует более быстрому их прорастанию. Обработка семян только горячей водой приобретает все большую популярность в органическом земледелии. Если вы хотите узнать время и температура обработки семян моркови, сельдерея, салата, лука, брокколи, петрушки, листовой капусты или перца, то напишите об этом в комментариях под этим видео и я с удовольствием вам отвечу. Спасибо за просмотр, пока друзья.